МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работы Исайя Балмакаев. Здравствуйте. Вначале о главном. В канун профессионального праздника самым активным и преданным педагогам региона вручили премии Акима области. Вознаграждение за особый вклад в развитие образования составило 1 миллион тенге. Необходима карта ожидаемого притока населения. Тогда будет объективная картина по жилью, школам и детским садам. На очередном аппаратном совещании в городском Акимате обсудили дошкольное образование. Более двух тысяч карагандинских школьников получили поддержку к новому учебному году. Традиционная акция «Дорога в школу» в этом году стартовала на месяц раньше обычного и охватила рекордное количество ребят. В канун профессионального праздника самым активным и преданным педагогам региона вручили премии Акима области. Учителей наградили по 14 номинациям. Вознаграждение за особый вклад в развитие образования составило 1 миллион тенге. Кулиш Тулиуханова получила премию в миллион тенге за особый вклад в развитие образования. В этой профессии женщина более 40 лет. Она родилась в семье педагогов и гордо продолжила династию. В 1972 году окончила факультет казахского языка и литературы Карагандинского педагогического института. Преподавала в средних школах и педагогическом училище Жизказгана. Кулиш Тулиуханова была директором музыкального драматического театра имени Серке Кожамкулова, завучем в карагандинских школах. По ее словам, главное – любить свою профессию. Молодым педагогам я советую искать новые и постоянно повышать свой уровень. Сейчас для учителей создают прекрасные условия. От нас требуется только работать. Поэтому самое главное, что должен делать учитель – это любить свою профессию и учеников. Торжественную церемонию открыл Аким Карагандинской области Женис Касымбек. Глава региона отметил, что в области уже приступили к реализации поручений президента Касымжу Марта Тукаева, озвученных на августовской конференции. Зарплаты повышаются, количество бумажных дел снижается. Дорогие педагоги, для меня большая честь поздравить вас сегодня с профессиональным праздником, потому что искренне считаем, что учительство – это самая благородная профессия. Я от большого благодарности вспоминаю своих школьных учителей. И даже сейчас на этой цели я чувствую себя немного учеником в доске. Сегодня глава государства говорит о том, что необходимо инвестировать в людей, инвестировать в образование, в будущее наших людей. Это на данный момент самый важный для государства актив. Премии Акима и дипломы получили 13 педагогов. Девяти преподавателям были вручены специальные призы от меценатов. Калдерган Эземенгелек в размере 500 тысяч тенге. Это именно те педагоги, кто в течение года внес особый вклад в развитие образования и участвовал в большом конкурсе. Учитель – это звучит гордо. И учитель в каждого для нас – это свой звук, это свои воспоминания, свой отзыв. Поэтому не то, чтобы я учитель, не то, чтобы мои родители учителя, а именно те, перед которыми мы обязаны своим началом, своим знаниями, своим воспитанием. Это как раз те люди, которых мы должны не просто чтить и уважать, которых мы должны всегда помнить. Для гостей церемонии в праздничном концерте выступили звезды казахстанской эстрады Караката Бильдина, Кадыргали Балманов, Медец Салыков, Клара Толенбаева, обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Адильхан Макин, а также лучшие вокальные и хореографические ансамбли. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Села в Карагандинской области обеспечивают высокоскоростным интернетом. По программе «Цифровой Казахстан» реализуется проект государственно-частного партнерства. Оптические линии связи прокладывают в отдаленных селах. Об этом шла речь на очередном аппаратном совещании. Проект по обеспечению высокоскоростным интернетом охватывает 52 населенных пункта области. До конца нынешнего года доступ к интернету получат жители 32 сел. В 2020 году реализация проекта продолжится. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал руководитель управления информатизации оказания госуслуг Рустам Байжанов. Сегодня все учреждения образования области имеют доступ к широкополосному интернету, отметил руководитель управления. Решается вопрос по здравоохранению. На сегодняшний день 98% населения коронавирусной области прикреплены к объектам здравоохранения, имеющим доступ к широкополосному и высокоскоростному интернету. И только 2% населения области прикреплены к медицинским организациям, временно не имеющим доступ к сети интернет. Для этого проводится следующая работа. 37 объектов сельского здравоохранения в рамках государственного частного партнерства будут подключены к спутниковому интернету. На данный момент подключено уже 10 точек. 8 объектов будут подключены в рамках республиканского ГЧП-проекта. Также до конца 2019 года в рамках ГЧП-проекта еще дополнительно 45 объектов сельского здравоохранения будут обеспечены спутниковым интернетом. Здесь же на аппаратном совещании обсудили начало отопительного сезона. Глава области Женис Касымбек поручил экстренным службам не допустить гибели людей от угарного газа. Акцентирую внимание на обеспечение пожарной безопасности в период отопительного сезона. В зоне риска находятся жители частного сектора. Необходимо в регионах проводить разъяснительную работу среди населения для недопущения гибели людей от угарного газа. Уже на прошлой неделе, к сожалению, такие инциденты у нас были в области, поэтому вопрос является очень актуальным, важным. Прошу департамент ПЧС, Ибрагин Догич, подключитесь к этой работе по своей линии и проводите и профилактическую работу, и предметно по тем объектам, где есть определенные угрозы. Аким области поручил в ближайшие дни обеспечить теплом все дома во всех населенных пунктах области. Особо он и интересовался запуском отопления в Караганде и Тимиртау. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Строить больше жилья и сокращать количество очередников. В Караганде планируют начать большую стройку. Причем задача – строить не только в областном центре, но и в городах и районах региона. Аким области Женец Касымбек призвал застройщиков работать активнее в этом направлении. На совещании председатель правления казахстанской ипотечной компании предложил различные варианты решения жилищного вопроса учителей и врачей. Один из них – заключить меморандум с областными властями. И на этом основании ипотечная компания готова предоставить 200 квартир в новостройках. Мы, как казахстанская ипотечная компания, готовы подписать отдельный меморандум с Акиматом Карагандинской области, где мы можем выделить дополнительно 200 квартир. Сколько? 200. Для учителей и врачей именно подвезовательной организации Акимата. 200 квартир именно для этой сферы – это большое подспорье. Так, жилье? Да. Списки тех, кому нужно жилье, будут формировать управление здравоохранения и образования. Затем ипотечная компания проверит платежеспособность кандидатов. Председатель правления жилстрой Сбербанка Казахстана Лязат Ибрагимова сообщила, что Карагандинская область – одна из лидеров по количеству вкладчиков. Однако большинство из них покупают жилье на вторичном рынке. Для решения этой проблемы Аким области поручил увеличить объемы строительства и продумать различные варианты субсидирования. По поводу ИКИ, в первую очередь, мы понимаем, что это большой вопрос. Мы здесь просим поддержки. Давайте вместе разрабатывать ПСД. Мы готовы в дальнейшем компенсировать, вместе по ИКИ отрабатывать. Потому что, понятно, бюджет следующего года уже республиканский сформирован. Но предварительно могу сказать, мы будем увеличивать как минимум в два раза объемы финансирования на ИКИ. Нас министерство поддерживает. В правительстве предварительно такая договоренность есть. Мы хотим у нас планы по Караганде только в два раза увеличить в течение следующего года объемы строительства. В следующем году в Караганде планируется строительство 237 тысяч квадратных метров жилья за счет частных инвестиций. В связи с этим квази-государственным институтам необходимо активизировать сотрудничество с частными застройщиками. На встрече также шла речь о работе общественного транспорта. Заменить все автобусы на новые необходимо в течение двух лет. Такую задачу перед руководством автопарков поставил Акимобласти. Мы готовы дать субсидирование дополнительно в условиях взаимных обязательств по обновлению парка. В случае, если не обновляем парк, субсидировать не будем. И новых маршрутов не будет. Это жесткая установка. Акимгород об этом знает. Так же, да? Поэтому я прошу до конца недели планы свои вместе с Акимом полностью и вас, Атума Михайловича, и других перевозчиков как-то скоординировать. Напомним, самый крупный в областном центре автопарк номер 3 закупил 75 новых автобусов. Часть из них уже вышла на линию. В пятом автопарке пока приобрели лишь две новые машины. Всего в Караганде необходимо обновить 553 автобуса. Необходима карта ожидаемого притока населения. Такое заявление сделала Аким Караганды и Нурлан Аубакиров. Тогда будет объективная картина по жилью, школам и детским садам. На очередном аппаратном совещании в городском Акимате обсудили дошкольное образование. На сегодня мест в детских садах Караганды хватает всем. Практически ежегодно открываются новые дошкольные организации. Это и частные детские сады, и государственные мини-центры. Все это позволяет своевременно предоставлять место каждому дошкольнику. Настало время планировать на будущее. Глава города Нурлан Аубакиров обратил внимание на то, что Караганда растет, строятся новые дома. А значит понадобятся новые детские сады. Не тогда, когда уже построим дом, и когда уже проблема, мы ее будем, как говорится, по-горячему решать. А уже сейчас мы знаем, что есть строительство. Вот Аким области презентовали. Вчера бывшего совещания было, все структуры были, и в Батереке, и в Зустрове в Бирбан, как говорится, часы сверили. Эти дома будут. То есть уже завтра, я вам говорю, в следующий год, в 20-й конец, в 21-й год, уже дети эти куда пойдут. Особое внимание сегодня уделяется внедрению информационных технологий во все сферы деятельности. Полным ходом идет реализация программы «Цифровой Казахстан». Уже несколько лет запись в дошкольные учреждения проводится в электронном виде. Сегодня внедряется электронный учет посещаемости. Доля дошкольных организаций оплачена государственными услугами в электронном режиме у нас 100%. При плане в Беспублике Казахстан 80%. В начале 2018 года была внедрена автоматизированная система «Гарден Кардо ОФКЗ», через которую на сегодняшний день все дошкольные организации города осуществляют прием детей. Также в этой системе с августа 2018 года ведется электронный кабель посещаемости частных дошкольных организаций, что позволяет экономить около 3 миллионов целей в месяц за счет неоплаты за детей, не посещающих без вложительных причин. Аким Караганды также отметил, что в дошкольном возрасте необходимо начинать профориентационную работу. В этом поможет и обновленное содержание образования. Нужно очень серьезное психологическое изучение и уже с того возраста аккуратненько направлять там, где он будет завтра раскрепован. То есть вот здесь профориентационная работа должна начинаться здесь. Не в 11 классе, когда он дает ДНР. Андрей Тенаман, Кужанов Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Пилотный проект обязательного медицинского страхования вступил в силу 1 сентября. За месяц работы можно наблюдать первые итоги программы. Карагандинцы успешно получают медицинские услуги, в том числе и дорогостоящие на бесплатной основе. В мае этого года Александр Андреев перенес инфаркт. По решению врачей его направили в реабилитационный центр. Мужчина получает целый пакет услуг – гимнастика, физиолечение, ЭКГ и УЗИ. Ход, процедур, обходительный персонал и даже спокойная, уютная атмосфера очень радует пациента. Но самое главное – все это абсолютно бесплатно, благодаря реализации ОСМС. Ну, я вот думаю, что действительно должно быть это опробировано сначала. Я не говорю, что вот прям сразу все до основания принять. Это все должно быть опробировано, все хорошее взято оттуда и распространено по всему Казахстану. Потому что очень много, я до этого пока не сталкивался с этим, мне казалось, что больных там мало сердца. Кардиологический реабилитационный центр начал свою работу 2 сентября. На данный момент лечение здесь проходят 26 пациентов. Дневной, ночной стационары и все услуги входят в пакет обязательного медицинского страхования. Страховая медицина – это пилотный проект в Карагандинской области. И пока отрабатываем все вопросы, которые возникают, постепенно решаем. Потом, как мы отработаем, будет работать весь Казахстан. До 1 января все пациенты городских поликлиник застрахованы. Но статус необходимо подтвердить и на постоянной основе платить взносы. Узнать свой страховой статус можно на сайте электронного правительства или у лечащего врача в поликлинике. Под ОСМС входят и дорогостоящие процедуры. То есть КТ, МРТ, ПЦР. Если раньше необходимо было, чтобы были показания, чтобы была консультация, собрать документы, подать на квотный отдел в областное здравоохранение, дождаться ответа туда и только с их разрешения проводится эта процедура. То есть сейчас участковый врач, просто определив ваш статус, объяснив вам про ОСМС, направляет вас напрямую на КТ, МРТ в частной клинике или в государственной клинике, где есть этот аппарат. Напомним, пилотный проект обязательного медицинского страхования стартовал в Карагандинской области 1 сентября и вступает в силу по всей стране с 1 января 2020 года. 12 категорий граждан обеспечиваются за счет государственного бюджета. Остальным необходимо вносить ежемесячный взнос до 2,5 тысяч тенге. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 1 октября в Казахстане традиционно отмечается День пожилого человека. Концертные программы порадовали пенсионеров, медико-социального учреждения престарелых и инвалидов номер один. В этот день они особенно нуждаются во внимании и заботе. Надежде белее 64 года. Женщина в разводе, воспитала троих детей. В центре живет уже 5 лет. По словам Надежды, День пожилого человека очень важен. Спасибо государству, что о нас заботится так, ухаживает за нами. И наш коллектив все довольны. Все желаем огромного-огромного здоровья, успехов всем. И самое главное – это здоровье. Если здоровье есть, остальное все у нас приводит. Управление специализированной службы охраны МВД РК подготовили для гостей настоящую концертную программу. Своими выступлениями гостей порадовали детские ансамбли и артисты самодеятельности. В подарок медико-социальному учреждению принесли картины. Медед Нуржанов отмечает, что старшему поколению важно оказывать особое внимание. Поздравляю всех с Днем пожилого человека. Сегодня мы под руководством начальника организовали для пожилых людей такой праздник. Такие мероприятия должны воспитывать в молодежи патриотизм. Они не должны забывать старшие поколения. Я хочу, чтобы в нашей стране вообще не было детдомов и домов престарелых. На сегодняшний день в медико-социальном учреждении престарелых и инвалидов номер один проживает 151 человек. Все они нуждаются во внимании и заботе. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Традиционная акция «Дорога в школу» в этом году стартовала на месяц раньше обычного и охватила рекордное число ребят. Школьники из многодетных и малообеспеченных семей получили канцелярские принадлежности и форму. Всего поддержку оказали более 2000 учеников. Компания Индиры Кинжибековой на постоянной основе занимается благотворительностью. В акции «Дорога в школу» она принимает участие впервые. Свои рюкзаки помощи с канцелярскими товарами фирма подарила 10 ребятам. Мы по проекту «Дорога в школу» пришли детям помогать, поддерживать. Мы занимаемся благотворительностью. С 10 детям мы дали школьные принадлежности. Списки нуждающихся в помощи ребят составлялись в школах. Кроме того, на протяжении всей акции в Министерстве образования работал телефон доверия. В этом году программу поддержало рекордное число спонсоров – более 100 добровольцев. 128 миллионов тенге выделено за счет фонда «Всеобуча». Все средства пошли на покупку письменных принадлежностей школьной и спортивной формы. Сегодня мы итоговое провели мероприятие, поблагодарили наших спонсоров, которые оказали нам материальную помощь, спонсорскую, меценатскую, и наградили их грамотами отдела образования. Напомним, в этом году традиционная акция «Дорога в школу» стартовала раньше обычного – 1 июля. Это позволило охватить большее число нуждающихся семей. Всего поддержку получили 2173 школьника. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Будьте с нами и узнаете новости первыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин